Его кино и телекарьера продолжается уже свыше 30 лет и за это время Джонни Депп сыграл далеко не одного странного персонажа. У него есть целая коллекция интересных героев, созданных под руководством Тима Бёртона. Его герои крайне полярны – от Вилли Вонка до Суинни Тодда, да и в жизни он довольно разносторонняя личность. У него были довольно сложные отношения с миром, но Джонни Депп всё ещё остался мастером своего дела с интересной личностью. Он провёл все эти годы в свете прожекторов, но есть моменты, которые остались в тени. Мы расскажем всю правду об этом загадочном актёре и музыканте. Благополучный старт Существует довольно интересный голливудский слух о том, что Джонни Депп начал свою карьеру за счёт того, что его жена познакомила его с бывшим своим парнем, которым оказался Николас Кейдж. И Депп это частично подтверждает. Кейдж в нём сразу что-то разглядел и перед парнем довольно рано распахнулись двери Голливуда. Вскоре после этого его наняли на роль в Кошмаре на улице Вязов, после чего он официально стал актёром. Магия кино Благодаря таким проектам, как Взвод, Плакса, Джамп Стрит 21 и Эдвард Руки-ножницы, Джонни Депп быстро завоевал популярность в 90-е года. Но фильмом, на котором он сорвал большой куш, стал что гложет Гилберта Грейпа. История такова, что его тогдашняя девушка Вайнона Райдер прочитала одноимённый рассказ Питера Хеджеса и дала почитать его Деппу. Он счёл его современной версии над пропастью Варжи и ассоциировал себя с главным героем, застрявшим в маленьком городке с грузом семейной ответственности на плечах. – Это было резидю, что было лишено от моего детства, который я связал с этим персонажем и с этим человеком. Депп рассказал об этой книге режиссёру Лассо Хальстрёму, и они согласились работать над фильмом ещё до написания сценария. Хальстрём заручился поддержкой автора книги, и тот начал работу над сценарием, остальное – история. Музыкальный талант Когда он впервые приехал в Калифорнию, он не планировал становиться актёром. Он состоял в музыкальной группе The Kids, которая на тот момент была довольно популярна на Южном побережье. Депп даже бросил школу ради группы, и они успели поработать с такими группами, как Talking Heads, Pretenders и Ramones. После распада группы он ударился в актёрское мастерство, но никогда не предавал свою любовь к музыке и ещё до прорыва состоял в группе Rock City Angels. Депп собрал свою группу под названием Pee с лидером Butthell Surfers Гиби Хайнсом. Группа довольно быстро распалась, но он остался верен музыке. Не так давно он состоял в группе Hollywood Vampires вместе с Элисом Купером, гитаристом Айра Смит Джо Перри и ветеранами Guns N' Roses Даффом Маккаганом и Мэттом Сарумом. Все члены группы схожи во взглядах, и Деппу очень повезло быть частью этого проекта. Несущий добро детям Своей игрой в образе капитана Джека Воробья в Пиратах Карибского моря, Джонни Депп дарил радость детям как в кинотеатрах, так и за их пределами. Он провёл немало времени в костюме этого персонажа, посещая детей в больницах и школах. Такая любовь к детям частично продиктована тем, что он сам является отцом. Но Джек Воробей не единственный его персонаж, который приносит радость детям. В 2016-м он сыграл в фильме Чёрная железа – фильм с минимальным бюджетом про парня, который очнулся в зомби-апокалипсисе и рискует всем, чтобы спасти жизнь компаньону. Короткометражка увидела свет благодаря благотворительному фонду Make a Film Foundation, который помогает воплощать кинематографические мечты детей с серьёзными заболеваниями. 16-летний Энтони Конти написал сценарий и снялся в нём. У него был кортикальный рак надпочечников на 4-й стадии, и Джонни Депп сыграл в этом фильме второстепенную роль. Кино-Хамелеон Джонни Депп играл совершенно разных персонажей, и это зашло настолько далеко, что даже он сам запутался в том, как он сам выглядит и говорит в жизни. Даже в интервью он говорит с акцентом, который напоминает нечто среднее между британским, бостонским и шляпником из Алисы. И ему нравится растворяться в своих ролях. Так что, если вы всегда спрашивали себя, зачем он выбирает роли, в которых его сложно узнать, это потому, что он пытается сам для себя быть анонимом. Хотя он предпочитает вообще не смотреть свои фильмы. Углубление в политику В дополнение к созданию фильмов и музыки Депп использует свою платформу для участия в политических проектах. Он работал со многими социально активными знаменитостями и принимал участие в проекте Voice Project Imprisoned for Art в 2016-ом, сыграв на фото заключённого, чтобы пролить свет на осуждённого на 20 лет заключения в Сибири украинского кинотворца. К тому же Депп явно не фанат Дональда Трампа и появился в проекте Funny or Die – искусство сделки Дональда Трампа, вдохновлённом одноимённой книгой Трампа. Фильм выжил в тот момент, как Трамп выиграл первичные выборы в 2016-ом, и Депп продолжил свои высказывания о нём. Когда Алик Болдуин решит прекратить играть Трампа на вечернем шоу, Джонни Депп спокойно вольётся в эту роль. Личные проблемы Он по сути всегда в центре внимания, но в основном это благодаря его ролям. Однако его личная жизнь в последнее время была тоже довольно бурной. Они с бывшей женой Эмбер Хёрд вызвали международный инцидент в 2015-ом, когда прилетели в Австралию для съёмок последних пиратов и привезли с собой двух йоркширских терьеров. Однако по прибытию оказалось, что пара неправильно их декларировала, поэтому их не пропускала таможня. – Мистер Депп должен взять его животных в Калифорнию, или мы должны их укрепить. Они были вынуждены вернуть нелегально ввезённых собак обратно в Штаты, и Хёрд позже призналась в осознанном искажении официального документа. Они оба записали идиотическое видео с извинениями, а над инцидентом потом смеялся весь мир. – Я бы очень хотел извиняться, за не спешивая моих животных. Но это было лишь началом проблем. Брак их вскоре распался, а актриса обвинила его в насилии над ней. Также она рассказала, что Депп пристрастился к алкоголю и прочим веществам. Бракоразводный процесс завершился довольно быстро, но Депп никак не переставал делать колкие заявления в её адрес. Финансовые тяжбы Состояние Джонни Деппа свыше 50 миллионов долларов и у него одно из самых успешных резюме во всём Голливуде. Для всех стало серьёзным шоком, что у него есть проблемы с деньгами. Вскоре после развода с Хёрд Деппа преследовала череда финансовых неудач. Его адвокат и бухгалтер заявили, что он почти на мели. Они быстро дали Деппу понять, что все его суммы в первую очередь улетают на роскошь – на картины, ювелирные изделия, вино и т.д. К тому же 3,5 миллиона долларов уходят на зарплату личным сотрудникам. Деппу пришлось продать свою яхту, но это было лишь началом и привело к тому, что Депп уволил обоих сотрудников. Депп утверждал, что оба бывших менеджера вогнали его в 40-миллионные долги и распоряжались его ценными активами. К тому же они уговорили его вложиться в проекты, которые не приносили прибыли. Они ответили на это, заявив, что Депп безответственные и отношения обострились. В январе 2017-го Депп подал иск против компании, на которую работали горе-менеджеры, которые неправильно распорядились его имуществом и втягивали его в долги с 99-го по 16-й. Депп заявил, что компания истратила 28 миллионов долларов и не оплачивала своевременно его налоги. Компания подала ответный иск. И если этого мало, то на него подал в суд ещё и бывший телохранитель за задержки зарплаты и небезопасные условия труда. Худой, но так и надо. Джонни Депп появился в двух крупных фильмах в 2017-ом. Убийство в Восточном экспрессе и Пираты Карибского моря мертвецы не рассказывают сказки, а в 2018-ом сыграл в продолжении Фантастических тварей Преступление Грин-де-Вальда. Здесь он выглядит нормально, но аудиторию шокировала странная фотография, которая разошлась по интернету весной этого года. Фото было сделано в России, и выглядит он бледным как призрак и тощим как скелет. Он уже неоднократно менял свой внешний облик ради фильмов, но такое внезапное изменение формы заставило фанатов поволноваться. Его начали обвинять в злоупотреблении наркотиками или в контракте на секретную роль. Скорее всего, это подготовка к фильму, в котором Депп сыграет драматическую роль – Ричард прощается. Там он играет профессора, умирающего от серьёзной болезни. Судя по всему, самого актёра его внешний вид мало тревожит. – Я работаю. Я на роли. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал и посмотрите ещё видео, которые, мы уверены, вам понравятся!